Первые деньги, школьные каникулы и благородное дело. Белорусские медики отмечают профессиональный праздник. Кто в числе лучших? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Новые портфели, дополнительный предмет и обновленный список. Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19, кто больше не в красной зоне. Незнание может стоить жизни. Соблюдение ПУДД велосипедистами на контроле ГАИ. Сколько зафиксировано нарушений? За 2021 сотрудниками ГАИ уже зарегистрировано 174 нарушения. Первый звонок. Школы и гимназии начали принимать заявления на поступление детей в начальные классы. При наличии свободных мест дети зачисляются в первый класс. У кого преимущества? Летняя занятость. В Бавруйске заработали студотряды, где и как трудится молодежь. Строительный отряд будет отправлять ребят на работу в открытом акционерном обществе. Красный пищевик. Подсобными рабочими они будут трудиться. Прыжок на доверие. В городе прошли соревнования по конкуру. Первая золотая медаль, поэтому долго к этому шла. Кого наградили? Первая встреча. Сезон пожаров и справка для шоппинга. В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса. Какие еще ограничения? Спасибо за спасенные жизни. Сегодня в адрес работников здравоохранения звучат поздравления. Слова благодарности за самоотверженный труд, адресованный врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, младшему медперсоналу, специалистам лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы. Ученым, фармацевтам и провизорам. Накануне профессионального дня награды получили лучшие сотрудники. В Бобруйске их 46. Действительно, наша профессия самая, уже как тут неоднократно говорилось, самая гуманная. Потому что такие качества, как доброта, справедливость, милосердие, теплота, все эти присущи вам. Поэтому я хочу пожелать, чтобы эти качества у вас только развивались. Вот, мира и добра вашим семьям, ну и всех благ. Рост цен, новая должность и вредная тара. Март актуализировал перечень пластиковой посуды, которую запрещено использовать в общепите. Что изменилось? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Согласованы сразу несколько руководителей в регионах. Обновление местной вертикали затронуло Барановичский, Мостовский, Горецкий и Кировский районы. Обновился и пул наших представителей за рубежом. Так, президент назначил чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Иране Дмитрия Кольцова. Глава белорусской депмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы Беларуси на Кубе будет Валерий Барановский. Согласован и новый гендиректор предприятия «Белформация». Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19. Из списка красной зоны исключены 9 государств. Северная Македония, Сан-Марина, Монако, Армения, Босния, Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова и Сербия. При въезде с территории этих стран в Беларусь не нужна обязательная изоляция в течение 10 дней. В стране дорожают хлеб и детское питание. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут поднять цены до 30 июня. Рост не должен превышать 5%. Это решено, цитата, в целях недопущения убыточности производства, говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В школах Беларуси появится новая должность – руководитель военно-патриотического воспитания. На сегодняшний день речь идет о двух тысячах ставок. Это необходимо для того, чтобы молодежь действительно знала о своем долге перед родной страной, заявили в Минобразование. Март актуализировал перечень пластиковой посуды, которую запрещено использовать в общепите. В список входят вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, а также чашки. Вместо теории – практика. В Вобруйске заработали студотряды. Молодежь трудится на главных строительных площадках города. Как внести свою лепту в развитие малой родины и заработать первые деньги, знает Ольга Васенна. Борис Конода летним развлечением предпочел труд. Июньские дни с 8 до 4 проходят на стройке. Обед по расписанию. Отделочные работы – будущий вид деятельности парня. Так что сейчас он время зря не теряет, набирается опыта. Я решил какой-то взнос принести моему городу, чтобы после меня какое-то осталось здание, чтобы что-то было рассказать детям. Эти ребята не просто зарабатывают, они – часть новой страницы в истории Бобруйска. Каждый день по программе что-то новое – уборка помещений, укладка кирпичей, замес раствора и любая помощь к персоналу. Все под чутким руководством квалифицированных специалистов. Работа на стройке у ребят завершится в конце июня. Основная масса ребят пойдут на отдых. Строительный отряд будет отправлять ребят на работу в открытом акционерном обществе «Красный пищевик». Подсобными рабочими они будут трудиться. Строительство 35-й школы готово на 70%. Остались малярные работы, отделка помещений и фасада, сборка и установка мебели, а также озеленение. Процесс здесь кипит с утра до вечера. Выходные – не исключение. Школу в 7-м микрорайоне, напомним, начали возводить по распоряжению президента. После приезда в Бобруска этот вопрос Александр Лукашенко взял под личный контроль. За парты дети сядут уже 1 сентября. Строительство на объекте идет по плану. Задействовано около 700 человек, 50 единиц рабочей техники. Устается выполнить около 30-35% всего объема строительного. Неподалеку расположился еще один строительный объект – 85-й детский сад. Тоже строят по поручению главы государства. Задействованы порядка 190 сотрудников. Почти за год тут возвели полноценное здание с крытым бассейном. Здесь осталось всего 35% работ. На данном этапе производится устройство вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы, инженерная коммуникация. Можно сказать, что процентов на 65 работы уже произведены. Сдача объекта планируется к сентябрю, в месяц, 1 сентября. В этом году теорию на практику сменят свыше 20 тысяч парней и девушек. Кроме строительных, ребята будут работать в медицинских, сельскохозяйственных, экологических и производственных отрядах. Кто-то потратит первую зарплату на желанную вещь, а кто-то на заветную мечту. Ольга Васильда, Карина Муриевич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Не успели школы проводить выпускников, как стартовал прием документов в первые классы. В этом году за парты сядут 2600 маленьких горожан. Сразу принимаются дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленном за учебным заведением до 15 августа. Комиссия работает с утра до вечера с перерывом на обед. В случае, когда родители желают, чтобы ребенок пришел в школу, не по месту микрорайона, мы такие заявления рассматриваем. И при наличии свободных мест дети зачисляются в первый класс. Стандартный пакет документов, медицинская справка, карта прививок, копия свидетельства о рождении, а еще паспорт одного из законных представителей. Заявление заполняется на месте. На сайте каждого учреждения специальный раздел для родителей со всей информацией. Графиком работы приемных комиссий, списком улиц, которые входят в состав микрорайона и требованиями образовательного процесса. Цена незнания. Каждый участник дорожного движения обязан уверенно владеть ПДД. Это касается и велосипедистов. Отсутствие двигателя не уменьшает шанс попасть в аварию. В прошлом году в Бобруйске произошло 11 ДТП с участием байков. В этом одно. Что дороже – штраф или жизнь? Официальный велосезон в Бобруйске открыли в преддверии 9 мая. С приходом тепла байки на дорогах города повсюду. Для водителей двухколесного транспорта обновили разметку и даже вели экспериментальные участки. Однако ПДД знает далеко не каждый велосипедист. Регулировать можно не слазить. Это правило мне осуждено. А на нерву грибинга надо слазить. Вы в этом уверены? Да. По правилам дорожного движения велосипедист должен спешиться и перекатывать... А потом он мне сказал, что новое правило есть. Можно переезжать, так я переезжаю. Нет, правила нет. Ну вот теперь буду знать. Всему виной ошибочное мнение. В 2020-м в Беларуси активно обсуждалась поправка к ПДД, которая разрешала велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах. Вот только правило в силу не вступило. Переезд зебры на байки нередко приводит к трагедиям. Передвигаться нужно по велодорожке. А если она отсутствует, можно воспользоваться тротуаром, не мешая при этом пешеходам. По проезжей части разрешается ехать только в том случае, если нет ни велодорожки, ни тротуара. При этом держаться нужно не далее одного метра от ее правого края. Как показывает практика, у детей с ПДД дела обстоят куда лучше, чем у взрослых. Во-первых, надо ездить по велодорожке. И во-вторых, если у тебя нет 14 лет, ты не должен ездить по дороге. Более того, двухколесный должен быть полностью комплектован. Спереди фары, излучающие белый свет. Сзади красный фонарь. Плюс катафоты. А еще исправные тормоза, зеркало, звонок. За 2021 сотрудниками ГАИ уже зарегистрировано 174 нарушения. Самые популярные – движение по проезжей части, переезд зебры и отсутствие светоотражателей на двухколесном транспорте. К слову, в этом году на Минской появились две специальные дорожки для велосипедистов. На перекрестках с Октябрьской и Шмидта. Здесь водители байков могут не спешиваться. Если тенденция зарекомендует себя с положительной стороны, то такие же прерывистые линии нанесут и на других участках дорог. За нарушение правил дорожного движения пешеходам либо лицом, управляющим велосипедом, предусмотрена административная ответственность в размере от одной до трех базовых величин. В Израиле, например, нужно иметь специальные права, чтобы кататься на велосипеде. В Австралии запрещена езда без защитного шлема. А в Германии максимальная сумма штрафа доходит до 350 евро. Но можно ли вообще обуздать нерадивых кончиков? Вопрос без ответа. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Билет в лето. В стране на этих каникулах оздоровятся свыше 340 тысяч ребят. Еще до начала первой смены в здравницах навели лоск и позаботились об антиковидных мерах. Родители могут быть спокойны. Без справки посторонним вход воспрещен. Температура, социальная дистанция – все под контролем. Чем заняться тем, кто остался дома, смотрите далее. Для школьников летние каникулы – радостное время. Никаких уроков, солнечные дни и целых три месяца приключений. Олеся Станкова с нетерпением ждала поездку в лагерь. Мечта – настоящая сказка, где можно завести друзей, научиться новым играм и отдохнуть на природе 18 дней. Девочка здесь уже в пятый раз, и он точно не последний. Я участвовала в конкурсе «Мисс Лето». Там было 8 девочек. Я танцевала восточный танец. Я к нему готовилась два дня, наверное. Может, больше чуть. Спартакиады, концерты, конкурсы и ярмарки. Здесь все для того, чтобы школьники не сидели на месте. В корпусе дети только спят и принимают душ. Для всего остального – 24 гектара территории под открытым небом. В программе смены даже патриотическая линейка. Очень насыщенный день в лагере проходит. С утра в 8 подъем, в 8.15 интересная, насыщенная зарядка с пробежкой. Потом быстро собираемся, в порядке навозим. В комнатах, в кроватях песок вытряхаем. И бежим на завтрак. Каждая секунда расписано. После завтрака у нас спортивное мероприятие. Мне родители подарили блестки. И воспитатели, мы попросили, чтобы они нас накрасили. А воспитатели за вами всегда смотрят, всегда следят? Да. И чем воспитатели помогают? Ну, нам говорят, когда в столовую идти. Предупреждают, ну, когда пенербол, футбол. Вечером дискотека с конкурсами на свежем воздухе. Но у школьников есть и свои планы. Когда гаснет свет, а сон никак не идет, приходит время для разговоров, розыгрышей и, самое главное, гаданий. Большой лагерной традиции. Совсем недавно, вот буквально ночь назад, мы гадали на расческах. Когда расчесываешь волосы, там заговор делаешь. И ложишься спать, типа, ночью тебе нужно присниться к вас ужин. И как, приснился? Ну, не тот, кто хочется. Не тот, кто хочется, да, приснился. Мечта. Самый большой лагерь в Бавруйском районе. Здесь 22 отряда, в каждом по три воспитателя. Сейчас в нем отдыхает 524 человека. Больше 50% это малыши до 10. Попасть на смену может любой школьник до 16. Очень много заявок поступило на вторую смену, свыше 950, хотя мы можем разместить только 600. Третья смена уже свыше 800 заявок, будем рассматривать тоже комиссионно. Ну и на четвертую смену там уже практически процентов 80 заявки поступили. Ну а для тех, кто не готов покидать родные стены надолго, есть вариант поближе. Именно его и выбрал Иван Полищук. У мальчика законный отдых после четвертого по счету учебного года. Начало летних каникул он проводит в школьном лагере, набирается сил. Впереди новый вызов, Ваня переходит в пятый класс. А здесь с пользой проводит время и что скрывать, отдыхает от предметов, но не от физкультуры. Тут мне больше всего нравится играть в лагере в классе. Мы читаем книги, отгадываем мультфильмы по песне, ну и музыку отгадываем. Лето – не время расслабляться, поэтому во всех лагерях строго соблюдаются антиковидные меры. Например, в 28-й школе более 100 учеников разделили на 6 отрядов, чтобы дети меньше контактировали друг с другом. Утро здесь начинается с измерения температуры. Дети с повышенной отправляются домой. На входе стоят антисептики, взрослые в масках. В отрядах собирается всего по 15 человек. Отдых у ребят проходит по системе «Все включено». Трехразовое питание и дневной сон, обед по расписанию. Меню всегда разнообразное. Так, каждый вторник – любимый детьми шашлык с гарниром и овощной салат. На первое – рассудник. Для младших классов организованы спальные места. Во второй половине дня у них тематическая программа. Мы посещаем городские мероприятия. То есть мы ходим в музеи Великой Отечественной войны, в драмтеатр. Мы ходим в кинотеатры. Запланировано у нас посещение спасательной станции еще. Репетиции и концерты, спортивные состязания и квесты. Каждый день в 30-й школе расписан буквально по минутам. Плюс организованные лагеря труда и отдыха. Порядка 20 ребят старших классов помогают высаживать цветы, занимаются уборкой территории. Они занимаются здесь не только физкультурными развлекательными мероприятиями, но также проводятся и по правовому воспитанию мероприятия, проводятся по здоровому образу жизни мероприятия. Конечно же, в лагере соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Всего в Бобруйске работают 34 школьных лагеря с дневным пребыванием. Сейчас продолжается первая смена. Завершится она 28 июня. Вторая пройдет с 1 по 26 июля. Неважно, здесь или за городом, педагоги позаботятся о детях. Незабываемые впечатления обеспечены до следующих каникул. Ольга Васинда, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Бобруйские всадники. На территории крепости прошел чемпионат по конному спорту. Высота препятствий 60 сантиметров. Экипировка – белая майка и бриджи, шлем, сапоги и хлыст. Карина Гуревич о жизни в седле. Элла Костромичева живет с девизом «Падать и подниматься». Верховая езда для нее не просто хобби. Лошадь в первую очередь рук. Еще с детства она влюбилась в грацию благородного животного. А три года назад нашла себя в спорте. Во время учебного года все выходные девушка проводила на конюшне. А с приходом лета каждый ее день начинается и заканчивается здесь. Мама, папа поддерживают меня. Покупают мне разные амуниции, снаряжения. Я участвовала в соревнованиях по выездке. И 16 мая сдала на второй взрослый разряд. Надо прийти почистить лошадь, поседлать, потом поездить, потом ее отшагать, поставить, дать вкусняшку. Казачий конный клуб начал свой путь 9 лет назад в Березовичах. Безмерная любовь одной семьи к лошадям доложить большому бессрочному проекту. С тех пор все, кто хотят связать свою жизнь со спортом, сделать красивые фотографии или просто прогуляться, находят сюда дорогу. В Ермаке, который с 2018-го располагается на территории Бавруйской крепости, есть все условия для особенного хобби. У нас не просто прогулки на лошадях, причем мы плюс, допустим, людям рассказываем об истории Бавруйской крепости. Клуб существует на средства нашей семьи. Сфинансирует его крестьянское фермерское хозяйство «Казачья поляна». Это наше семейное фермерское хозяйство. У нас занятия платные, обучение, прокаты. Где-то мы выступаем, даем представление по джигитовке, по конно-труповым различным мероприятиям. В конюшне Ермака шесть взрослых лошадей, один же ребенок и еще три пони. Сейчас здесь на постоянной основе занимаются почти 20 ребят. Приезжают и люди постарше, иногда целыми семьями. Основная деятельность клуба – конкур и джигитовка. Здесь рады как любителям, так и профессионалам. Но предупреждают, если ребенок хочет стать спортсменом, то должен понимать все риски. В первую очередь – травмоопасность. Родителям стоит задуматься и о своем кошельке. Конный спорт – не дешевое занятие. Комплект наездника, каска, бриджи, ботинки с каблуком, перчатки и хлыст обойдутся минимум в 500 рублей. Плюс экипировка лошади – еще тысяча. У молодых садников прошел очередной этап их спортивной жизни. Турнир по конкуру на чистоту и резвость. Правила предельно просты. За каждую поваленную жертв начисляют штрафные очки. За два отказа лошади всадник снимается с соревнований. Высота препятствий – 60 сантиметров. Этот маршрут – хорошая возможность проявить себя и наметить ориентир к большим достижениям. Это, во-первых, популяризация конного спорта в Бобруйске, в Бобруйском районе. Мы смотрим на взаимодействие всадника и лошади, как они работают. Выбираем более перспективные спортивные пары для дальнейших каких-то высот, других соревнований. И для них это хороший стимул двигаться вперед. Радость может, восторг. Ну, это моя первая золотая медаль, поэтому долго к этому шла. В соревнованиях может третий раз, а так показательные выступления. Цены в Ермаке куда меньше столичных. Простая прогулка обойдется в 20 рублей, с экскурсией – 25. А вот полноценная тренировка по конкуру – все 30. Работает конный клуб со вторника по воскресенье с 8 до 20 часов. Здесь научат не только сидеть в седле, но и общаться с лошадью. А если захватить с собой кубики сахара, то сразу же можно поладить с постояльцами. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Только раз в году Бобруйс готовится с размахом отметить День города. В программе «Приезд делегаций» подписание протокола о намерениях по развитию дружеских отношений между Бобруйском и израильским городом Новхагалиль. Открытие социальных объектов, дороги по проспекту строителей на участке от Шины до Ленина и нового физкультурно-оздоровительного комплекса в 7-м микрорайоне. Пройдет также благотворительная акция «Запрошаем с матч на ести». Концерт со сцены на площади Ленина будут звучать любимые хиты в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Финальным аккордом станет праздничный салют. Подробную информацию можно найти на сайте «Боберлайф». Блокировка телеграмма, сорванные маски и важные переговоры. В Женеве на неделе прошла первая встреча президентов России и США. Какие итоги? Далее обзор громких мировых заголовков. В Женеве на неделе прошла первая встреча президентов России и США. По итогам переговоров Путин и Байден подписали совместное заявление, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, в ядерной войне не может быть победителей. Поэтому страны намерены запустить двухсторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов. Власти Германии пригрозили заблокировать телеграм, если компания откажется от сотрудничества. Министерство юстиции требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание и активно делился данными. Другие соцсети в Германии – Facebook, YouTube и Twitter – обязательно удаляют любой запрещенный контент. Франция преждевременно отказалась от масочного режима. Раньше, чем планировалось, отменен и комендантский час. Власти призвали сограждан активно участвовать в кампании по вакцинации и выразили надежду на то, что ее темпы ускорятся. На данный момент во Франции прививку обеими дозами препаратов сделали 16,5 миллионов человек. В России сезон лесных пожаров. Огнем охвачена территория в почти 53,5 тысячи гектаров. Зафиксировано свыше 70 возгораний в разных регионах страны. Самая сложная ситуация в Якутии и Иркутской области. В последней площадь пожаров свыше 35,5 тысяч гектаров. В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса. Правила вступят в силу с 1 августа. Тех, кто откажется от антиковидного укола, не впустят и в государственные учреждения, а также запретят находиться на общественных, экономических, культурных и других мероприятиях. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруиск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова